Книга «Открытым оком» том 3. Тема крещения. Вопрос 927. Почему же человек, принимая крещение и очистившись от первородного греха, все равно умирает? Что смерть снова вошла в него и получается, что он не омыт от первородного греха? Объясните. Отвечает Игнатий Тихонович Владкин. За первородный грех человек не несет ответственности. Сразу же при рождении по плоти, выходя из утробы матери, он как бы слышит над собою приговор. Сын Адама грешен, повинен смерти. 1 Коринфянам 15.22. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Будет омыт грех сей или не будет, но человек уже приговорен. Он родился по образу и подобию Адама. Бытие 5.3. Адам жил 130-230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Тиф. Смывается грех по природе, который давал человеку особый вкус, наклонность, по которой дьявол признавал его своим, по образу Адама. А когда человек принимает крещение, то он омывается от греха и облекается во Христа. 1 Коринфянам 15.22. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут для новой жизни. 2 Коринфянам 15.22. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Галатам 3.27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Человек, принявший святое крещение, уже рожден свыше для новой небесной жизни. Но приговор, вынесенный Адаму, смертью умрешь, исполняется и над крещенным, так как этот приговор вынесен при самом рождении. При самом рождении до крещения. Как промаюсь я службы все выстою, да уйду на ночь в телью свою, да лампадку пред Девой причистою, засветив на молитве стою. Я поклоны творю предыконную и не слышу, как сладко поют соловида решеткой оконную в том саду, где жасмины цветут. Но когда после долгого бдения я на одр мой ложусь на меня, сладострастием вея видения прошлой жизни встают ярче дня. Замыкаю ли ресницы усталые, я тону в безнесладостный грез. Все то вижу, глаза ее впалые, плечи бледные, волны волос. Начинаю ль дремать, тяжко дышится, я безумца в себе узнаю. Мне сквозь сон ее жалоба слышится на беспутную юность мою. И в слезах, призывая спасителя, крик ребенка я слышу. И в нем, в сиротечию и вечном мстителя, за любовь, что покрыл я стыдом. И нет сил одолеть искушение, забывая молитву мою. У погибшей прошу я прощения, перед ней на коленях стою. Яков Петрович Полонский